96-й день. Мы уже близки к тому самому дню, к которому идем целых два сезона. А я последние дня три провожу здесь, внутри церкви. И на улицу меня выпускать никто не хочет. Когда-то мои бывшие лучшие друзья закрыли меня здесь, в этой церкви, потому что сказали, что я якобы болею. Ну, как бы не якобы, я реально болею. Но это не значит, Хуррей, то, что ты меня со своими дружками можешь здесь закрывать и целыми днями не выпускать отсюда. Да ты не понимаешь, мы тебя спасаем, это для общего блага, и ты быстрее вызовешь, и никого не заразишь. Я как-никак твой заместитель, а ты мэр этого города, я беспокоюсь за людей. А кто тебе сказал, что ты заместитель мэра этого города? Заместитель это Катя, а ты вообще никто, Хуррей, ты только моя правая рука. Ну, Катя же сегодня нет, она тоже болеет как-никак, поэтому я сегодня в роли твоего заместителя. А когда и тебя не будет, я вообще здесь главным стану. Чё ты сейчас сказал? Да я тебе сейчас башку сломаю, в смысле, если меня не станет, то ты вот это станешь самым главным. Ты чё офигел? Да, я до улицы вышел, ахахаха, щас на всех здесь накашляю. Собак это, он мне говорит, когда меня не станет, ты чё офигел, Хуррей? Ты же зараженный, залезь обратно, ты же, щас всех здесь перезаражаешь, залезь обратно, говорю. Эд, не боись, я это уже делал много раз. Просто не рыпайся. Больно не будет, я так уже делал сто раз, у меня в этом уже есть опыт. Сдаю я твой опыт, вот этот банан. Год назад, когда Катя болела, вы её закрыли где-то в подземной лаборатории, и ты потом её своим самогоном, да, из настойки вот этой вот кормил. Куда ты забился в угол, больно не будет, давай, иди сюда. Эд, давай, не сопротивляйся, для тебя же стараемся, давай, банан, начинай. Да, убери ты свои вот эти вот, зелья, свой вот этот самогон, мне нифига не поможет, дофига ты мне яблоки золотые выбрасываешь, я тебе чё, житель, что ли, вот этот банан, меня так не вылечишь. Тебе надо запустить. Ну, хотя, что у зомби-жителя зомби-вирус нафиг, что у меня зомби-вирус, ну, банан у нас как бы недоврач. Вдруг поможет, фиг его знает. Сейчас, Хрейд, когда мне немного вот это здоровишко поправили, вы меня хотя бы на улицу выпустите, потому что у нас дел дофигищ, я же не могу здесь всю серию находиться. Ну, смотри, только одно условие, со своей башки это стекло ни на секунду не снимать, понял? Ничего я снимать не буду, всё, давай, иди, дверь мне открывай, банан, забирай вот это всё, свои закуски, вот этот самогон со вкусом лимонада, забирай всё это. Хрейд, дверь открывай. Ещё раз. Всё, а банан пускай будет там, банана не выпускайте. Ой, ну шо, ребятки, делишек у нас с вами сегодня обосраться, как много. Ты чё, Ксюшенька здесь у нас колотый? Смотри, пока я там внутри находился, Ксюшенька здесь кладбище какое достроила. Короче, планы на эту серию у нас были таковые. Мы должны были пойти и убить дракона, потому что в предыдущей серии мы были в аду и добыли, ну, полтора стака эндер-жемчуга. Но, как обычно, планы немного поменялись. Кати сегодня нет, народу сегодня тоже немного, потому что все боятся просто от меня заразиться. Даже через Майнкрафт. Поэтому я так подумал, то что, когда Катя выздоровеет, мы должны ей сделать что-то приятненькое, чтобы она пришла и обрадовалась, и сказала то, что вы, наркоманы Петровичи, молодцы, а не бесполезные. Поэтому сейчас я хочу выслушать от вас какие-то предложения. Какой подарок можно сделать Кате, чтобы она потом обрадовалась? А? Иглобрюхинжер, ты серьезно? Фигня, алмазы это скучно. Нет, Косте это не нужно. Цветы, я ей недавно дарил цветы. Зачем еще раз дарить? Изумруда ей тоже нафиг не нужно. Вот курочка это хорошо, вот лама, курочка это хорошо. Катя любит курочку. Хрейп, ты у нас здесь самый мозговитый. Подойди сюда, пожалуйста, на секундочку. Вот скажи мне, пожалуйста, чего у Кати еще нет, чтобы ей очень сильно понадобилось, а? Друг, ты знаешь. Ну слушай, Эд, ну лично у меня пока что есть только один план. Просто нам же скоро надо будет отправляться эндер-дракона убивать. Ты не подходи, если что, ты болеешь до сих пор. Вот. Нам нужно будет скоро убивать эндер-дракона. И нам надо будет очень далеко бежать. Может мы коней приручим, как ты думаешь? Коней? Для того, чтобы потом побежать и убить эндер-дракона. Ну да, и Кате какого-нибудь веткого красивого коня подавим. Слышал, Инжир? А не то, что твой этот иглобрюк нафиг. Вот Хрейп нормальную идею предложил, реально. Во время болезни человек как бы слабый очень сильно, поэтому намного лучше передвигаться на коне. Так, Ксюшечка дорогая, подойди сюда, пожалуйста. Ты как главный архитектор в этом городе, построй конюшню. Вот самую красивую, которую только сможешь. Вот прям как церковь и кладбище. Они у тебя прям красивыми получились. Во-первых, немножко отойди, ты все-таки до сих пор болеешь. А во-вторых, мне нужны несколько помощников, чтобы делать конюшню. Ну вот, бери Инжира, бери вот это там Асю, Ламу, там, я не знаю, бери кого хочешь, мне вообще без разницы. Ты, Хрейд, гони за вот этими седлами. А Вайка, гони за лопатами. Андре, гони еще за чем-то. И пойдем в зимний биом. Это ты что, совсем кукухой двинулся? Вообще-то лошади не в зимнем биоме, окей? Так ты подожди, мы сначала не за лошадьми идем, а за кое-чем другим. Давай. Так, ну вроде, вот эта лошадь будет для Андрюшки. Вот эта лошадь будет для Хрейда. Я ее сразу с нами потащу. Там еще две лошадки. Эта-та Хрейд, спаси, пожалуйста, меня и Каролину, быстренько. Слушай, по-моему, у тебя с этим зомби-вирусом совсем кукуха поехала. И ты лошадь от не лошади отличать отучился. Так, потому что это пока не самое главное. Самое главное, это как раз-таки вот это, к чему мы только что шли долго. Зимний биом. Я просто вот так вот подумал, почитал комментарии подписчиков. И они мне предложили построить небольшой домашний пулемет. Если так можно сказать. А пулемет заключается в том... Так, давайте стороной вот сюда обойдем. Чтобы дома, по всему городу расставить огромные башни. И в эти башни засандалить кучу вот этих вот снеговиков. Снеговики будут стрелять в фантомов, которых я просто терпеть не могу. И Катя их просто ненавидит. И сделать так, чтобы эти фантомы в наш город даже не залетали. Потому что снеговики будут в них отстреливаться вот этими вот снежками. И мы раз и навсегда избавимся от этой нечисти. И больше никогда ее не будем видеть в нашем городе. Вот, я бы не успел про них сказать, как эти черти летающие опять на нас прилетели, а. Короче, ребятки, вот это... Копайте как можно больше снега. Сразу переделывайте вот это... Снежные блоки и кто-то защищайте нас, чтобы нас эти фантомы сейчас не убили. Эээ, да аккуратней, ну кто ты? Харейт, я реально лишу тебя звания правой руки. Ты никого не защищаешь сегодня. Да я защищаю, просто... Ну я спин-труб играл, у тебя же глаз на спине нет, реально? Так, 64 плюс 29. Ну полтора стака, полтора стака это примерно где-то... Так это 30 чем-то от снеговиков получится. Нормально, у меня 30 чем-то снеговиков, у Харейта 30 чем-то снеговиков, и у всех остальных как бы тоже. Вот, топаем домой и сразу же начнем строить эти турели. И будем защищать нашу деревню. Но перед этим надо реально пойти приручить лошадей. Так, ну это какая-то некрасивая. Ой, это какие-то пятнышки походу беспородистые. Ну это вообще цвет говняцкий. Ну это вообще не модно. Короче, Эд, пошли отсюда. Мне здесь вообще никто не нравится. Пошли дальше искать. Ты смотри, какой избирательный. Не одна лошадь ему не нравится так. Ну хотя мне тоже не очень нравится. Мне бы беленькую. Вот беленькая мне нравится. Так, ребятки, если кому-то какая-то лошадь нравится, можете приручать его прямо сейчас, если хотите. Все, забирайте хоть всех вот этих лошадей. Слушай, Харейт, я так подумал. А может мы пойдем тебе это... Осла притащим? Да естественно, я думал, ты не спросишь. Наконец-то ты вспомнил про то, что я хочу себе осла. Сейчас я приучу себе осла и сундуки еще на него повешу. Вообще круто. Пошли давай быстрее. Да ёкало мане. Да абдурахмед, да не сопротивляйся ты. Давай уже приучайся побыстрее. Я тебя дома в подвале поселю вместо отомчика. Да не сопротивляйся ты. Буду тебе сказки на ночь читать. Будешь у меня в подвале вместо отомчика жить. Если жену себе найдешь, мы и Андрея выселим. Давай, давай, приучайся уже. Я серьезно говорю. Бедный Андрюшка. Слушай, так вот его себя походу. Это малец его сынишка, а вот это жена как раз. Слушай, как-то не очень хорошо получается мужа у жены уводить. Вот. Ну да, ты прав. Давай ты тогда приучи его жену. А не то реально как-то некрасиво получается то, что мы его из семьи уводим. Вика, ты краски, маленькая девочка. Приучи пацана вот этого. Будешь на нем кататься. А я тогда реально его жену себе заберу. В смысле в конюшню домой. Пока нормального коня не найду. Слушай, ты тоже как бы не сопротивляйся, пожалуйста. Гульнара, стой на месте. Не сопротивляйся. Я буду хорошим хозяином. Вот и отлично. Надеваем сёделка. Потом наденем ещё вот какой-то сундучок. Вика, ты тоже себе вот это вот забрала. Ну и всё. Снег есть. Лошади есть. Осёл на осле есть. Сейчас сидит у меня перед глазами. Можно топать домой. Ну ты отвлекай, Андрюшечка, самое... Это сколько вас там нафиг? Ты отвлекай, чтобы они на нас... Ни вот это не нападают. Такую фигню я, конечно, в первый раз вижу. А вот это красиво. Это не фигня. Я, конечно, не сомневался в нашей Ксении. Я не сомневался в том, что она строить не умеет. Но она меня прям реально каждый раз удивляет. Так, Редик, иди сюда. Загоняй вот это вот Абдурахмеда своего гульнари. И ты, Вика, пацанёнка, тоже внутрь туда загоняй. Семью разрывать нельзя. А пока этот самый Андрюшечка отвлекает этот стадо фантомов, я начну строить то, куда мы сейчас поместим этих всех снеговиков. Просто берём и строим вот такой вот небольшой столбик. Потом окружаем это... Да ты, Андрюшка, ты их отвлекай, чтобы они на меня не нападали. Так, потом это всё окружаем вот этим вот Незераком. Потом берём железные прутья и закрываем... Да, хватит толкаться нафиг, Хэрэйд, защищай меня. И закрываем все эти выходы, чтобы отсюда големы случайно не выскочили. Вот так вот. Ой, 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 полетели, полетели, ой. Ну ничего, ничего, собаки, мы сами следующей ночью встретимся. А сейчас как раз таки дадите нам нормально всё это достроить. Так, забираемся обратно сюда наверх. А вот сейчас, если мы всё хорошо продумали, вот в этой вот ямке надо заспавнить как можно больше этих снеговиков, которые сразу будут падать вот туда. Всё работает! У меня, конечно, в жизни мало чего с первого раза получается, но это получилось. Вот сейчас там два снеговика, а вот за пердохой туда снеговиков 20, и посмотрим, что из этого получится. Последний штрих, поджигаем все вот эти вот незераки. Сверху над ними я поставил вот этот вот один блок, чтобы снеговики не растаяли здесь. А сейчас подождём, когда наступит ночь, и после этой ночи у нас рекорд будет, нифига себе, сотый день получается! Раз лошадь, Два лошадь, Три лошадь, Четыре лошадь, Пять осёл, Шесть осёл, Семь маленький осёл, Восемь большой осёл. Да чё, меня не покидает какое-то ощущение, Ахирейд, то, что мы с тобой чё-то забыли. А вот чё, я прям вообще никак вспомнить не могу. Слушай, ты Кате-то лошадь приручил или нет? Я думал, ты приручил. А я думал, что ты приручил. Так мы за этим хрыть с самого начала шли, чтобы Кате лошадь притащить, а в итоге себе ослов притащили, а Кате ничего не притащили. А чё ты коня не приручил? Твоя же девушка, ты ей должен подорки давить, а не я. Ладно, всё в этой жизни нафиг не по плану идёт. Так, давайте тогда, ну реально подождём, когда вот эти фантомы прилетят. Посмотрим, будут ли убивать их вот эти вот снеговики. А после этого пойдём за... Это служба дорожного движения, это вы арестованы нафиг. Я даже сейчас спрашивать не буду, где ты её нашла? Слезь, пожалуйста Слезь Слезь с нее Лови ее нафиг Лови эту лошадь Тащи давай Кадюшню А лэзи водке Премию надо выписать Вот ты молодец Держи курочку Вот как бы подарок Кате Спасен получается Горящие снежки Логика просто зашкаливает Реально получается То, что они даже приземлиться Толком не могут Андрей, я прям вижу То, что фантомы любят тебя очень сильно Ты ближе, ближе сюда подойди Чтобы вот эти вот снеговики До них доставали Ой, Эд, знаешь, у меня тут тоже к тебе небольшой сюрприз есть Пойдем покажу Какой сюрприз? Ну пойдем, пойдем покажу, давай, быстрее Хрэд, я честно тебе скажу Твоим сюрпризам я как-то не очень сильно доверяю Хотя я бы поскорее бы уже стресснул отсюда Чтобы они только не орали мне здесь на ухо Какой сюрприз? Банан, ты все сделал? О, да, все, давай, спускайся сюда Элитный изоля... Какой нафиг изолятор? Это не изолятор Пошли, смотри, вот Рычаг нажимаем Пошли, пошли, пошли Тебе понравится? Обещаю, идем Ну, я... Психи ненормальные Я... Я же в маске хожу все это время На кой фиг не изолятор? Это на дурку больше похоже Хрэд Это не изолятор Заходи, заходи Там подарок внутри Смотри, рыбка, рыбка, смотри Рыбка внутри Ты из-за дурака держишь? Ты думаешь, я клюну на рыбку и зайду туда внутрь? Ты не дурак, но там рыбка Зайди, там смотри Там вон морковка, заходи На кой фиг мне изолятор? Да это... Собаки сутулы, я? Да чё собаки сутулы? Ты не понимаешь Мы для тебя стараемся Тебе надо лежать Посей режим Так быстрее вызовешь Ты меня, хрэд, походу Недооцениваешь, да? Ага! Чё? Стекло снял? Чё твоишь? Утечка вируса Утечка вируса Срочно выходим Выходим Срочно Все антисептики Антисептики Все выходим Банан, банан Выходи, банан Выходи, выходи Закрываем 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 Всё А как тут Здесь посередине комнаты Зачем стоит Я чё, вокруг него Хороводы водить должен, что ли? Это для фильтрации воздуха Ты ничего не понимаешь Психи ненормальные, а? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»